Продолжение следует... Ракурс. 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 А в связи с участниками, насколько она отличается от предыдущей выставки, на которой вы тоже были, насколько я понимаю, вот какова ситуация? Ну, она очень расширилась, выставка. Если в прошлом году было всего лишь около 50 предприятий иностранных, сейчас уже 350, еще есть СП. Был такой даже забавный случай. Мы сегодня пошли искать такси, где мы обычно брали, чтобы доехать до вас. Идем, а павильон они кончаются. Я говорю, что-то мы не туда пошли. Нет, здесь в том году было такси. Она пошла вернуться обратно и уже из другого там прохода брать. То есть она и территориально расширилась, и по количеству стран-участниц, и по фирмам. Ну, очень, я думаю, что в полтора раза больше точно. Спасибо. Денис Валерьевич, вы представляете, какой компания, если можно, немножко о том, что вы представляете сегодня в Иране? Значит, компания «Промсервис», мы находимся в городе Димитровграде, это Ульяновская область. Наша компания впервые присутствует на данном мероприятии таком, именно в Иране. Мы занимаемся производством систем вибродиагностики и производством и разработкой приборов учета воды и теплоносителя. Причем как для жилищно-бытовой сферы, так и для коммунальной сферы, так и для промышленности, энергетики промышленности, в том числе атомной промышленности. Да, насколько понял, с вами разговор у нас будет специализирован, но немножко мне будет трудновато, так как я не совсем ориентируюсь в эту область. Но мне все-таки было бы интересно спросить, наверное, нашим взлучателям будет интересно, чем для вас привлекательен, для вашей компании, чем привлекательен Иран, какие возможности здесь проекта сотрудничества? Значит, Иран в данном случае привлекателен тем, что имеет много предприятий по добыче нефти, газа, по нефтепереработке, по нефтехимии. А наши оборудования, в данном случае системы, они, ну как раз мы считаем, что будут востребованы именно этими предприятиями и будут помогать вашим предприятиям, вашей стране, помогать, вести, развивать свой бизнес. То есть, они предотвращают, в принципе, созданы для того, чтобы предотвращать необоснованное, простое оборудование. Сами понимаете, что если дорогостоящее оборудование выходит из строя, то предприятие будет нести ежедневно или ежечасно многотысячные, многомиллионные издержки и убытки. Соответственно, наши системы диагностики как раз позволяют предупреждать данный выход из строя вращающегося оборудования. То есть, ну, это прежде всего насосы, это компрессоры, турбины, то есть, любое оборудование, где имеются роторные механизмы. Если можно, такой вопрос, в принципе, цель его, конечно же, именно о вопросе, узнать, насколько сегодня вот санкции, а не их снятие несколько, да, вот ослабление санкций, насколько оно повлияло именно на ваш интерес. Просто ваша фирма работает, наверное, давно, вот если Иран существует тоже, эта промышленность работает давно. А этот интерес, он связан как-то с послаблением санкций вокруг Ирана? Или то, что раньше вы не приехали в Иран, связано ли вы это с режимом санкций против Ирана? Ну, скажем так, на самом деле мы работаем давно, мы работаем уже 20 лет, больше 20 лет, с 1992 года на рынке. Значит, просто, видимо, получилось такое совпадение. Наша компания буквально несколько, ну, год назад приняла решение о выходе на международный рынок. И тут это все так совпало с Женевскими вот этими соглашениями, да, и послаблением санкций. Поэтому это счастливое совпадение, удачное совпадение, я считаю, которое, надеюсь, позволит нам вести совместный взаимовыгодный бизнес с иранской стороной. Александр Михайлович, я обращусь тоже к вам с таким вопросом. Хотел бы спросить вы просто, насколько я понимаю и как звучит, можно сказать, ваша деятельность. Вы хорошо знаете Иран, иранский бизнес, российско-иранский бизнес и, наверное, те проблемы, которые существуют. Насколько вы сегодня ощущаете, вот, можно сказать, прогресс, да, либо, ну, плюсы-минусы от послабления санкционного режима вокруг Ирана? Ну, плюсы-минусы от послабления практически нету пока что, да. Но есть очень хорошее решение именно российского руководства, которое, соответственно, стало более гибко относиться к иранской, как бы сказать, ну, программам, сказать, и предложениям. И это прямо чувствуется при общении с российскими министерствами и с какими-то финансовыми структурами. И вот эти самые движения навстречу Ирану, соответственно, они и позволяют нам очень хорошо стоять на хорошем фундаменте финансово-логистическом, то есть, разговаривать по поводу возможности принятия аккредитивов, по поводу возможности принятия страхования рисков, страхования инвестиций, какие-то дел, какие-то более глобальные планы, а не просто купить какую-то продукцию, поставить и все, и дальше забыть об этом. То есть, вот эти вещи, они больше связаны именно с то, что сближение двух стран. Санкции, как таковые, ну, да, в России сейчас тоже будут какие-то санкции очень серьезные. Поэтому мы привыкли к санкциям, мы всегда работали во время санкций, и так они и не были никогда сняты именно с России. Вот, и поэтому нам как-то без разницы эти самые западные санкции, ну, ничего страшного, мы в них не видим. То есть, насколько я понял, вы ощущаете именно позитив в настрой уже российской стороны, насколько я понимаю, да? Да, я это ощущаю позитив. А с чем он связан, если можно? Ну, конечно, хотелось бы сказать, что связано именно там с нашей работой, с работой, которую проводим, так сказать, я провожу Сафара, проводят, так сказать, другие, то, соответственно, компании. Ну, на самом деле, на рабочей степени, что именно руководство нашей страны как-то повернулось ближе, соответственно, к Ирану, да, и, соответственно, идет больше стремлений, потому что в арена Советского Союза были очень большие и тесные связи между Россией и Ираном. И надо хотя бы до этого уровня хотя бы нам дойти, я не говорю, конечно, еще более глобальным, большим, тем более экономики наши друг друга взаимодополняют. Мы, так сказать, не конкуренты, и если даже где-то конкуренты, ну, это обычно, как бы сказать, как на том же рынке стоят в ряд там все продавцы помидоров, они когда вместе, они больше продают, чем каждый там в отдельности. Вот такой банальный пример.